С участием активистов в крае удалось ликвидировать более 160 свалок. Также УНФ обратило внимание регионального Минтранса на проблемы с дорогами в Ейском районе, после чего были выделены 42 миллиона рублей на ремонт одной из улиц города. Сегодня перед краем стоят масштабные задачи в рамках национальных проектов. Также Кубань реализует 44 региональных проекта. И здесь важно, чтобы представители УНФ не оставались в стороне, отметил губернатор. На федеральном уровне существует алгоритм контроля, в какую зону мы попадаем, в зеленую, в красную. Но настолько мы научились уже лавировать документами, что можем даже оказаться все время в зеленой зоне, а в жизни находиться в глубоко красной. И вот здесь вы должны просто быть на чеку, просто в системном режиме контроля. Реально ли совпадает отчет, который коллеги, в том числе и мои, делают для того, чтобы не быть в красной зоне, с реальной жизнью, насколько мы в реальной жизни находимся в зеленой зоне. Порой по документам мы едем, а по жизни стоим на красный свет. И вот здесь уже очень совместная, мощная работа по отображению фактической ситуации. Фактической ситуации того, что мы делаем в рамках реализации нацпроектов. В вопросах реализации национальных проектов также необходим постоянный общественный контроль. Для решения многих вопросов активисты Народного фронта часто взаимодействуют с краевой властью. Они состоят в каждой рабочей группе и в различных наблюдательных советах региона. Продолжение следует...